Всё, погнали, я записываю Что ты там, блядь, хотел сказать, блядь? Долбоё.бай, блядь Долбоё.бай? Трейдер ты, блядь, наш Две сделки срубил по пятёрке, нахуй Думаю, это уже всё, блядь Так, блядь, ещё нихуя не всё, в чём дело Да, блядь Долбоёбы ещё всегда покажут, не переживают Каким образом? Каким образом, блядь? Сейчас на работу пойду, шот пуск закончится, блядь Ну, ебать его в рот, блядь Начну нормальные деньги зарабатывать и, в voyez, с нахуй с этой работой Нахуй нам не нужна Вольняйтесь, нахуй, со своих работ, блядь Зарабатывайте деньги на Форексе Зарабатывайте нормальные деньги на Форексе, пацаны, блядь Мы ж, блядь, договорились, никакой рекламы, блядь Сейчас долбоёбы все рынут со счета открывать, блядь, бабки просаживать, блядь Мало случаев, что ли, блядь, кредиты, хуиты, блядь, понабирают, блядь, и всё на Форексе, блядь После двух, блядь, сделает, нахуй, удачных, блядь Зачем быть долбоёбым? Зачем идти в кредит брать, там, полквартиры закладывать и потом, блядь, спать, блядь, здесь? Поторгуем на Форексе. Да, блядь. О чём, блядь? Не, ну ладно, кроме шуток. Ты, блядь, не ржи, говори на камеру, блядь. Ладно, если серьёзно. В общем так, мы хотим проверить одну теорию насчёт рынка Форекс. Потому что мне надоело уже ждать и тренироваться на виртуальных счетах. Я решил открыть счёт. Сначала маленький, потом, если что, буду докидывать деньги, если увижу, что дело идёт. Но сейчас, пока что, дело идёт, как я понимаю, немножко в сраку. Потому что две сделки я заключил прибыльных, да, и увеличил капитал на 25%, но сейчас курс пошёл непосредственно. За неделю, прошу заметить, на 25 за неделю. Годовых тут вообще за облачные, блядь, 10 тысяч процентов, наверное, выйдет. Ну, это при идеальных условиях. Ну, есть ещё убыточные сделки, которые бывают. У нас сейчас такая висит. Если мы её закроем, хотя бы в ноль, будет хорошо, мы будем продолжать торговать. Если мы её не закроем, ну, это будет просто дополнение, коррекция к нашему эксперименту. Цель нашего эксперимента заключается в том, чтобы показать людям новый способ зарабатывания денег. Может им не обязательно гнобить себя в рабстве, на работах, не быть свободными. Не стоит работать на дядю, гнуть на него спину, потому что дядя это не оценит, он лишний раз вас кинет. Форекс тоже может вас кинуть, но тут уже всё будет зависеть от ваших решений или от уровня ваших знаний. Ну, и сейчас, блядь, полная армия, блядь, читателей, нахуриницы открывать счета, блядь. Подумать, что ты такой вот, блядь, форекс-гуру, блядь. Вчера, блядь, только счёт открыл, а позавчера прочитал книжку про форекс. Я никого ни к чему не призываю, я просто... Ты же скажи людям, блядь, что ты уже, блядь, 7 лет колбасишь, блядь, на виртуалке, блядь. Чтоб было понятно, что ты не новичок. По-моему, это понятно, что только придурок может выходить на форекс с настоящими деньгами, сталкиваясь с ним в первый раз. Если вы так делаете, то вы по-любому улетите. Не туда, куда планировали. Это в любом случае. И поэтому, ребята, 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 читайте книжки, потренируйтесь, будьте уверены, выработайте свою какую-то позицию взгляда на этот рынок. Выработайте стратегию. И только тогда рискуйте небольшими суммами. Потому что весь смысл этой торговли и заработка заключается в том, чтобы вы не боялись деньги эти потерять. Даже все. Чтобы у вас был резерв, чтобы вы могли ещё пополнить свой счёт. Поэтому... Поэтому просто будьте умнее. Не ведитесь на барыг, которые говорят вам, что это просто. Это не так. Человек, который... Просто вот, блядь. Просто вот на этой кровати поспать, блядь, когда просадишь всю бабло нахуй. Вот это просто, блядь. Человек, который немного знает о том, что это такое, в моём лице. Чуть-чуть знает. Я не говорю, что много. Но чуть-чуть с этим столкнулся достаточно. Для того, чтобы сказать, что это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Но это непростота и делает этот заработок очень интересным. Поэтому мы сделали эксперимент с моим другом. Вот этим, который очень любит... Я его и втянул, блядь, откуда вы эту хуйню. Когда-то, блядь. Счёт открыт, кстати, в 2003 году, блядь. В 2003 году, блядь. Ну тогда ты расскажи о нашем эксперименте. Не-не-не, это твоё, блядь, это твой проект. Рассказывай ты. В общем, мы сделали этот проект, чтобы каждый мог видеть правду об этом рынке. Форекс. Чтобы ему не надо было верить в рекламы, слащавые, заманчивые. Которые нам обещают, блядь, всякие дилинговые центры, блядь. И говорят, что всё совершенно бесплатно. Что, блядь, хуй его знает, что там, блядь, будет происходить. И нахуй это всё, ребята. Верьте правде. Вот перед вами реальный человек стоит, который будет проверять эти все мифы. Не обладая там какими-то нехуёвыми специальными знаниями для этого. У меня нет экономического образования. У меня есть всего лишь какой-то опыт. Да, какое-то время я колбасил на Форексе, на виртуальных счетах. Но это нельзя назвать колбасил. Я просто учился. Потому что мне это интересно. И мне очень-очень надо освоить эту профессию. Потому что, как мне кажется, на данный момент я не вижу других выходов. Кем вы работаете, это секрет? Нахуй эту работу. Всё, на этом закончим.